Одного взгляда на название работ Мишеля Фуко достаточно, чтобы понять, что он отправлял их по одному исписанному мелким почерком листочку из самой строгой тюрьмы самого тоталитарного государства в обозримой вселенной. Но дело в том, что он настоящий голден бой. Родился в богатой семье, преподавал в главных университетах Европы, написал серию восхитительных книг. Участвовал в общественной, политической жизни, был влиятельным интеллектуалом 20 века. Что ж, пора приобщиться. Похоже, мало получить хорошее образование, быть успешным, одаренным, интеллектуально инфицированным. Что-то должно постоянно тревожить. Должно не повезти родиться во время грозы. В венах должен течь дождь. Под глазами морось и каждый раз, глядя в окно, мечтать, что гравитацию можно отменить и отправить воду обратно на небо. Надзирать и наказывать. Начинается с подробного описания жестокой казни царя-убийцы в середине 18 века. Не для слабонервных. Затем приводятся выдержки из тюремного расписания дня уже века 19. Создается яркий контраст кровавой яростной жестокости, выставленной на всеобщее обозрение. И смиренной, скрытой от посторонних глаз, холодной замкнутости заключенного. Автор убедительно доказывает, что государство изменило подход к наказанию, исходя из того, что казни неэффективны в изменившемся дискурсе власти. Замысел казни вообще и конкретно той, что описано в начале, заключается в как бы индивидуальном месте правителя за неподчинение его законам. Казнь – это метафора поединка между простым подданным и всесильным монархом. Это те самые скрепы, на которых держится сакральная индивидуальная власть. При этом объектом мести становилось тело преступника. Причина этому – то, что закон является продолжением тела государя. А так как мораль и юриспруденция действуют в рамках Тлеона, библейское око за око – это именно оно, то и наказание носит равноценный характер. Такая логика проистекает из-за доминирования христианской веры в интеллектуальном поле. Вообще, в книге про религию ничего особенно нет. Это уже мои рассуждения. Но мне кажется, что христианская традиция подразумевает это и все еще содержит нас в этом предрассудительном положении. «Несмотря на решение XIX века, что человек с точки зрения закона существует в бинарном состоянии, виновен или невиновен, мы все еще в плену Тлеона. Каждый из нас виновен, и лишь существует градация тяжести этой вины». Что ж, я говорю только про первую главу, и она просто подводит к зарождению тюрьмы, но очень любопытно наблюдать, как автор плетет нить рассуждения. Цитата из документов. «Описание свидетелей, объемные пассажи не сбиваются на ответвление. Все укрепляет и подчинено логике и замыслу автора». Блестяще написанный в форме исторической монографии «Философский трактат», где твоя способность оценить мастерство и интеллектуальный уровень автора, это уже причина, лежащая вне содержания текста книги, по которой стоит прочитать эту работу. При всей изящной простоте языка и сквозном повествовании, автор создает объемное интеллектуальное полотно из ловко подобранных лоскутов. Но если слишком пристально рассматривать детали, то можно утратить понимание, откуда взялись эти лоскуты, и что за узор они изображают. Так плотно они подогнаны, и такой большой объем текста приходится удерживать в голове, чтобы прийти к результирующей мысли. Приятный изыск философской литературы. «Надзирать и наказывать» – это очередное исследование Фуко о метафизике власти. Тревожная мысль, ставшая целой политической философией. Здесь он снова говорит о латеральном лоскуте власти, ее доминанте, господстве, выраженное через подчинение. Он говорит о все усложняющихся властных отношениях общества. И это его изыск. Он чувственно, может быть, гомосексуально настроив мужские рецепторы на женскую стихию, подает нам сложно сочетанные простые вещи, что мы упускаем. Создавая свою ретроспективу власти, он демонстрирует ее неизменность в своих желаниях. Попробуй почитать эту книгу. Это станет прекрасным опытом анализа самого автора, политической истории и современной власти. Продолжение следует...